всем привет уже приехала в торговый центр думаю надо по чуть-чуть начинать уже покупать какие-то вещей которых не хватает частности у нас допустим нет на младенца и я бы хотела такие комбинезончики с царапками и носочками на самые маленькие буквально вчера облазила тоже кучу магазинов нашла в одном месте представьте по цене 1600 что ли за комбинезончик вот такой не знаю 30 сантиметров которого хватит три недели наверно меньше месяца но я еще планирую обойти другие магазины конечно если ничего не найдут по более подходящей цене придется покупать и что еще я же стала в последнее время изучать семинары по гардеробу одежды и столкнулась с такой ситуацией что многие подписчики у которых явно знаний вот честно примерно на уровне меня месяц назад вот или еще меньше считаю своим долгом там все раскритиковать исходя из документов типа обувь и сумка у тебя ни одного цвета хотя это считается уже но практически дурно вкусом нет ни когда одного цвета когда прям комплект знаете и это считается что это уже осталось в 90-х выкинь бижутерию носи только золото с бриллиантами тоже ерунда потому что даже бренды очень дорогие делают очень дорогую бижутерию вообще там из пластика металла и ее носят с огромным удовольствием сколько смотрела стилистов все тоже руками ногами за бижутерию оттуда же фу какая кличета рубашка там короче курсы тебе все мимо на самом деле кличета рубашка это практически мастхэв даже даже тельняшка входит в списке базовых гардеробов вообще всех стилистов и все списки которые я видела ну и прочее то есть знаете информация усвоенная на уровне вот я каждый день смотрю доброе утро это раз в месяц две минуты рассказывать надо одеваться но как бы все мы там можем заблуждаться или искренне верить то что мы правы мне просто удивляет вот такая вот безапелляционность некоторых комментаторов что явно там есть куда еще расти но при этом вот прийти все в пух и прах раскритиковать руководству с какими-то знаниями 90-х годов в общем конечно если сильно хочется покритиковать то наверное можно если вырабатывается какой-то гормон счастья не знаю все в своей радости но что я вряд ли буду на такие комментарии внимание обращать и мне бы в первую очередь конечно интересно было почитать людей которые действительно увлекаются этой темой я бы хотела попросить там девчонок мальчишек которые дают совет можно сказать профессиональный или любительский но такого вот крепкого любителя то пожалуйста аргументируйте потому что я вот сколько смотрю курсы стилистов они никогда просто так не говорят это вот этим не всегда это аргументируется чем то есть вполне логично объяснение вот этим правилам пожалуйста еще делайте скидку на то что сейчас далеко не вся моя одежда на меня в принципе входит смотрите у меня сейчас планируется созвон со стилистом по skype я уже приготовила ноутбук и раскидала вещи везде 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 все мои вещи расфасованы по группам я буду каждую вещь показывать перед камерой skype и в общем не знаю как то она вроде бы сказала будет скриншотить либо может быть я отфотка потом еще обсудим здесь вот у меня все мои платья целостопка осени то есть длинным рукавом здесь блузки после чистки осталось всего три штучки и здесь в принципе все остальное свитшоты свитерки кофты и парочку домашних комплектов да там единственный кардиган который у меня остался и рубашка и здесь я свалила все свои шарфы кстати там у меня пакеты в которых все это на зиму упакуются и хранится чтоб не пылилась и здесь шарфики вот такие здоровые просто как бы большие лежат как судьба распорядилась скажем так и положила а маленькие которые занимают блин я случайно вытащила меньше места я решила поскладывать вот сюда для шарфиков мне кажется он хорошо подходит именно для шелковых потому что сложить их как-то прилично вообще нереально они у меня занимают как бы мало места и квадратиком получаются какие-то носовые платки в общем как вы храните напишите потому что я пробовала стопочкой но они скользкие друг с друга съезжают и получается отстой а так они хотя бы на виду не закрывают друг друга и это же вот эта штука висит шкафу все закончилось не успели мы кое-что доделать например шарфики так и остались валяться не разобранным потому что у меня уже просто нет сил прошло полтора часа представьте активного общения у меня прям связки аж побаливают от того что постоянно в диалоге я уже отвыкла столько болтать и вещи да мы разобрали хочу сказать что в принципе большинство вещей одобрены единственное что черный цвет у лица не как бы рекомендуется потому что я светленькая и моему цветотипу он может быть слишком активный и контрастный и что мы значит выкинуть решили однозначно вот эту блузку коралловую потому что но она ее забраковала говорит очень для меня активный цвет горит просто с такими с мега яркими цветами из большой риск что запомнят вещи они меня то есть смысл когда можно гораздо более эффективно эффектно вылить и из платьев меня есть еще вот такое которое я по моему заказывала на купиве вип хотя по качеству кстати вот это платье крутецко но видите у него черная здесь вот линия горизонтальная которая расширяет плечи допустим до горизонтально плюс опять же в лица это черный и плюс она сама кораллового оттенка их теплого и соответственно вот этот теплый цвет он усиливает красноту и ж такой желтый оттенок на меня накидывает с одной стороны он смотрится инородно вот этот желтушный с другой стороны усиливает красноту так как оно мне по качеству очень нравится да у него классная длина но он такой вот элегантно в общем я что-то мне жабы дают его выкинуть думаю пускай висит еще отдельную колонку вещей мы отложили которые надо доводить до ума ну причем как-то над ними подумать они не очень понравились стилисту потому что что-то в них не так частности вот этот черный свитшот желтое платье яркое такое и вот этот свитшот белый пестрый и туда же относились кстати все черные платья тоже она сказала что по-хорошему их надо тоже доводить до ума с помощью украшений платка так чтобы между черным цветом и моим лицом была какая-то прослойка подходящего мне цвета тогда в принципе платье имеют место быть что я еще записываю то есть из каких пунктов состоит стиль записала потом получила следующее домашнее задание это то что мне нужно расписать по всем сферам жизни вот кстати моей сферы жизни да я примерно так распределила соответственно для каждого нужен свой комплект вот она еще дала задание расписать по каждому мероприятию да как я себя вижу как я обычно выгляжу а писать это прилагательными как как мне кажется меня видят окружающие в частности что мне обычно говорят люди когда меня видят на каждом из этих поводов и третье это мой желанный результат тоже писать словами прилагательными как я хочу чтобы меня воспринимали плюс что очень желательно это мне нужно как в следующей встрече подобрать фотографии примерно которые мне ассоциируются с тем как я хочу выглядеть потому что может быть разночтение когда я подразумеваю там под романтическим стилем например там романтично хочу да одно а стилист другое и вот чтобы мы как бы точно имели ввиду одно и то же мне нужно где-то по 3-4 образа какие вот соответствуют моим представлениям о желанном виде подобрать под каждое мероприятие вот так исходя из этого она отфотографировала весь мой гардероб ну как я в скайпе показывала на вешалке сделала фотки да потом будет у нее представление как я хочу выглядеть насколько этому всему отвечает мой гардероб следующий раз мы еще пересмотрим юбки обувь шарфы аксессуары верхнюю одежду но что успеем может тоже на пару встреч это растянется и я уже начинают понимать принцип работы да когда вот это все проговариваешь но реально выстраивается общая картина то как бы знаете гардероб как черная дыра все что туда попадает обратно не возвращается и вообще такой ящик подоро то точнее как это черный ящик по называется когда входящая неизвестно имеется только то что на выходе и поэтому результату надо определить что же там внутри короче все сложно в общем ты так хаотично руку туда засовываешь да и как бы все куда бог пошел то это стало то есть у меня все время к моему образу такое отношение было что это знаете вот как звезды сойдутся такие выглядеть и буду как мне удобно что там меньше на что времени хватит что там не в стирке будет валяться по погоде все что угодно кроме того что это я спланирую до детали вот сейчас я начинаю причинно-следственные связи понимать и ну как бы ощущение такое что гардероб потихонечку мне подчиняется очень прикольно конечно знаете было бы проще где-то если бы я могла все вещи на себя перемерить потому что еще думаю куча из них а то шло бы в утиль а сейчас нереально как бы прогнозировать как что она мне будет сидеть и конечно еще хотелось бы вот комментарии специалиста на эту тему получить но думаю даже то что в принципе будет огромный для меня прорыв и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok